Ну что ж, еще раз добрый день, уважаемые слушатели бизнес-классы сейчас у нас в эфире. Меня зовут по-прежнему Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы «Сохранность информации. Залог успешного развития бизнеса». В гостях у меня Ирина Яхина, руководитель отдела технологических решений компании Hitachi Data Systems в России и странах СНГ. Добрый день, Ира. Добрый день. Все правильно я произнес? Да, все совершенно правильно, все хорошо. Хорошо. Ну что ж, уважаемые слушатели, для вас я еще раз напомню. Телефон студии 6510-996, код Москвы-495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте вопросы собственными мыслями по этому поводу. Делитесь и так с охранности. Давайте начнем немножко с другого, от печки пойдем. Ира, вы как вообще в этой теме оказались? Как вы занялись высокими технологиями? Ну, все еще началось в детстве. Когда я была, так сказать, маленькая, компьютер у нас стал по-настоящему персональным. То есть в конце 80-х, в начале 90-х годов мы заметили то, что компьютеры стали появляться дома. Тема была инновационная, тема была неизвестная. Это сейчас у нас дети уже, каждое с младенчества умеет пользоваться и айпадом, и телефоном, и еще чем-то. Тогда тема была интересная, новая. И, соответственно, казалось мне наиболее перспективной и интересной для дальнейшего развития. Это вам сколько было лет тогда? Ну, мне, наверное, когда я впервые компьютер увидела, что-то там в районе 5-6. Я представляю, 5-летняя Ира посмотрела на компьютер и подумала. Вот эта тема наиболее перспективна с точки зрения моего личностного роста. Я займусь, пожалуйста, высокими. Не, ну, немножко, конечно же, не так было. Был уже возраст там, когда я его уже осознанно увидела, лет 15-16. И тогда уже я понимала, что вот это интересно, я уже умею устанавливать Windows, теперь надо какой-то следующий шаг делать. Ничего себе, в 15 лет вы уже умели устанавливать Windows? Я до сих пор не умею, если честно. Ну, наверное, поэтому я его тоже. Поэтому, да, вы руководитель отдела технологических. Поэтому, да, наверное, поэтому и пошла. После этого отучилась, соответственно, на кафедре компьютерной системы и сети. И дальше просто развитие, гармоничное развитие, так сказать, карьеры по этому направлению. А компания, давно вы в этой работе идете? Hitachi Data Systems, ну, порядка, наверное, пяти лет. Туда я пришла с другой тоже известной компанией, это Hewlett Packard. Hewlett Packard такая была для меня немножечко первая компания, в которой я по-настоящему поработала с оборудованием такого класса. Первая компания, в которой, соответственно, которая дала такой толчок к дальнейшему развитию, развитию моему в этом направлении. Я понял, вашему карьерному росту или это не совсем? Ну, и экспертному тоже, и карьерному, конечно, по обоим направлениям. Ну, Ислан. Понятно, то есть, еще раз подчеркну, в профессию вы пришли осознанно. Осознанно, да. Абсолютно осознанно, никакие неожиданные, случайные события в вашей жизни, да? Вдруг так часто бывает тоже. Занимаешься одним, а потом бах и осенило. Нет, нет, надо идти в IT. Стихи получились. Так вот, результат того, что вы осознанно этим делом занимаетесь, соответственно, я так понимаю, что вы в нашей студии не случайно, потому что вы эксперт в своей отрасли. Мы говорим о сохранности информации. Действительно это, ну, давайте еще раз я прочту тему, потому что она ярко так нашу идею сегодняшнюю озвучивает. Залог успешного развития бизнеса. Залог тут, ну, наверное, может, не единственный, да? Но, тем не менее, достаточно важный аспект успешного развития бизнеса – это сохранность информации. Это правда? Да, это действительно так. Тем более сейчас мы видим то, что количество данных, оно растет там практически на 80% в год. И сейчас уже это не так, как 5 лет назад было или 10 лет назад, когда данные где-то хранились только в бухгалтерии и что-то, что-то. Мы видим, что информации становится все больше и больше. Например, там еще года 3 или 4 назад мы не могли себе представить то, что нас будут штрафовать по каким-то там снимкам с камер видеонаблюдения. Бошмар, да. Вот, это сейчас это нормально, это абсолютная норма. То есть это же тоже информация, которая накапливается, которую надо где-то хранить. Но, в частности, это вот мы с вами говорим о применении в государственной сфере, но есть также и для бизнеса это тоже очень важно. Очень. Почему? Потому что, опять же, если мы подходим к банкомату и не видим там информации о наших счетах, не можем снять наши деньги, как мы будем доверять банку? Никак не будем доверять банку, поэтому сохранность информации, она для бизнеса, я считаю, сейчас стала критически важной. Потому что и бизнес сам по себе меняется, уже сейчас не так важно производство, как оно там было раньше. Оно, конечно же, тоже важно, но и очень многое зависит от того, как этим производством управлять, как управлять процессами внутри корпорации. Ну, то есть, я так понимаю, два момента важных, да, что количество информации сейчас настолько большое, то его где-то надо хранить просто-напросто, да? Конечно. А еще второй момент, сохранность информации, то есть, существуют некие риски, да, что та или иная информация попадет в руки недобросовестных каких-то пользователей, и ее, соответственно, надо спрятать, эту самую информацию. Пример, который мы привели из бухгалтерии, он абсолютно, на мой взгляд, такой знаковый, да, абсолютно информативный, потому что бухгалтерия запиралась на ключ, все необходимые документы убирались в сейф, все, и кому нужно тот ключ этот имел, открывал, мог посмотреть, а кому не нужно, до свидания. А сейчас нет ни сейфа, ну, в таком глобальном смысле слова, я так понимаю. И что самое главное, где ключ вот этот, чтобы, да, абы кому эта информация не попала в руки. Кстати, разговор вот о банковском секторе наверняка мы с вами еще продолжим более детально, потому что наверняка именно эта сторона нашей жизни должна быть наиболее защищена от постороннего доступа. Ну, в качестве сохранности, наверное, да, наверное, да. Ну, давайте, вот, с чего мы начнем, да, значит, огромное количество информации, где-то она хранится, а вторая часть нашего разговора будет посчитана именно сохранности, в случае зрения ключа и сейфа, да? Хорошо. Конечно, информация должна где-то храниться, и сейчас мы видим из-за вот этого огромного увеличения именно объемов информации уже даже сами подходы, сами по себе подходы к хранению информации, они стали другие. То есть, если раньше, опять же, это там только бухгалтерия, только база данных или только в телекомах и так далее, то сейчас уже подходы другие, очень много видеокамер, фотоаппаратов, камер видеонаблюдения уже хранятся не просто какие-то записи в каких-то базах данных, а хранятся огромные объемы, огромные объемы, поэтому подходы стали другие, уже не всегда важные. Ну, а где они хранятся-то, эти огромные объемы? Я понимаю, что я имею... Специализированное устройство есть. О фотоаппарате вы заговорили, ну, я отчел, к нам есть еще какая-то штучка такая, где можно вытащить, да, и куда-то положить. Вот, а после этого вы должны подумать, что вот вы щелкнули чего-то с фотоаппарата и как бы хотите иметь доступ, например, к этому фотоснимку и дома, и на работе, и, соответственно, ну, где-нибудь, когда едете в метро там или на машине, где угодно. Я знаю, как это сделать, кстати. Надо пойти эту фотографию распечатать, положить ее в портмонет, и вот у вас, пожалуйста, когда захотел посмотреть. Да, но при этом вы не сможете ей поделиться там со своими друзьями или коллегами в зависимости от того, это снимок по делу, значит, или, соответственно, просто так ваш. Поэтому вот существует специальное решение, в том числе у нас есть такое решение, которое обеспечивает, во-первых, безопасный, да, вот это к вопросу о ключике, а во-вторых, и очень надежный доступ в данных на базе нашей вот архивной платформы. То есть когда предприятие может на базе своей инфраструктуры поставить специальный аппаратный комплекс, специальный программный комплекс и обеспечить доступ вот к этим данным, к фотоснимку или к видео, только защищенный, только тем, кому предприятие само хочет обеспечить вот этот вот доступ. То есть такие специальные решения, они сейчас существуют, существуют в том числе и у нас, для обеспечения безопасного, прежде всего, доступа и доступа отовсюду, с любого девайса. Ну для этого, я так понимаю, да, с этим предприятием вы заключаете какой-то договор, потому что, да, предприятие вам поручает охрану своей информации? Немножко по-другому это устроено, там, прежде всего, наша компания-партнеры, потому что мы-то большая американская компания с японскими корнями, мы, собственно, тут только всем рекомендуем, да, и рассказываем про наше замечательное решение. Наши компании-партнеры поставляют специальное оборудование на предприятие или в организации, и, соответственно, предприятия там уже сами управляют вот этим вот таким решением. То есть это, есть известные такие и публичные решения подобные, типа Dropbox или Яндекс.Деск, например, вот у нас в России, но понятно то, что это не решение корпоративного уровня, это не решение, где можно хранить свои счет-фактуры или свои какие-то важные документы, поэтому предприятие должно это все хранить у себя. Я понял. Хорошо, спасибо, Ира, значит, мы сейчас послушаем новости, потом продолжим эфир. Друзья, продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Ирина Яхина, руководитель отдела технологических решений компании Hitachi Data Systems в России и странах СНГ. И мы с вами обсуждаем важную, и Ира подтвердила эту мысль, важную тему, тему любого бизнеса, сохранности формации. Вот об этом сегодняшний эфир. Напомню еще раз, телефон студии 6510-99,6, код Москвы-495, сайт компании Finam.ФМ. Звоните, пишите, задавайте вопросы, поделите собственной мыслью, кстати, по этому поводу, как вы считаете, действительно важно сохранить информацию. И главное, ее количество. В конечном итоге не так важно, да, где она будет храниться, у кого будет ключик от нее. Если посмотреть более широко на эту историю, Ира, скажите мне, рынок подобных технологий в России, он цивилизован, он, ну, как минимум, смотрите, он существует, да, насколько он масштабен, или все-таки вы, как глобальная компания, да, не рассматриваете, так сказать, локальные рынки, вы смотрите с перспективой, да, на весь земной шар. Рынок очень цивилизован у нас в России, рынок у нас достаточно развитый, более того, что интересно, и можно заметить, то, что некоторые передовые технологии на нашем рынке появляются даже раньше, чем на других европейских, в чем-то даже консервативных рынках. Потому что у нас есть достаточно крупные игроки, достаточно крупные предприятия, которые... Отечественные или зарубежные? Отечественные, прежде всего, отечественные, да. Ну, в том числе, конечно, зарубежные, и это и банки, это и транспортные компании, и телекоммуникационные компании, которые осознают, осознают вот важность вот этих вот новых технологий, которые появляются на рынке для помощи, в качестве помощи для своего бизнеса, для оптимизации бизнес-процессов и так далее. Европейские консерваторы этого не осознают, получается, что ли? Ну, у нас как бы, у нас изначально в стране все люди были, раньше же было модно быть физиком, да, а лириком было не модно, и у нас... Ну, это смотря в какой период времени, да. Ну, да, в какой-то период времени... В какой-то момент лирики были круче, чем физики, потом поменялось. Ну, как-то и так было, да. Но, тем не менее, по своим заказчикам, с технической точки зрения, мы видим то, что они очень дотошные, они очень хорошо разбираются в технологиях, и видят, где всегда можно что-то получше сделать в плане внедрения этих технологий. Поэтому, по нашему опыту, с нашей точки зрения, новой, новейшей, свежайшей технологии у нас в России иной раз внедряются раньше других, раньше, чем где-то в Европе. Например, вот был такой недавно у нас пресс-релиз совместно с компанией M-Video, где мы внедрили большую аналитическую машину SAP HANA. И это было, ну, для SAP, я уж не знаю, по-моему, ну, одно из первых внедрений, и на нашей надежной платформе это было первое внедрение в Россию. И M-Video сразу получила там определенный результат. Они сразу улучшили свои скорости, с которой вырабатываются их отчеты, то есть с часов до каких-то минут. А для ритейлера это очень важно, потому что у ритейла, у них планируется распределение по магазинам, планируется заранее, перевозки планируется заранее. И даже бог с ним, с ритейлером электронной продукции, но когда мы говорим о ритейлерах, которые занимаются продуктовыми, да, условно говоря, как нам рассказывал один из наших заказчиков, если вы свежего молока закажете больше, чем надо, будете его всем офисом пить, вот, или потеряете, или обретете какие-то потери. Поэтому сейчас, вот, например, очень важно, чтобы аналитика была быстрая. Раньше аналитический отчет занимал, допустим, он занимает 9 часов, и получается то, что результат мы получаем по неактуальным данным, потому что уже прошло. А связано это именно с тем, что невозможно быстро, а, собрать эту информацию, и, б, обработать ее. Б, обработать, да. Поэтому внедрение новых технологий, там, технологий на базе флеш-модулей, технологий аналитических, оно позволяет именно убыстрить процессы и получить реальный результат в сфере бизнеса. Особенно заметно это вот на ритейле, заметно это также, например, в сфере логистики. У логистики существует понятие такой, порожний пробег, да, это мы с вами знаем, когда либо грузовики, либо вагоны едут без груза. Пустой написано, пустой. Пустой, да, когда написано пустой. Но он же не просто так едет, он при этом потребляет горючее, он при этом зарплату у логителей. То есть, когда я вижу на дороге подобный, да, грузовик с надписью пустой, это я знаю, значит, лоханулся, кто занимается логистикой в этой компании, да? Ну, уж лоханулся мы не будем говорить, да. Хорошо, что-то пошло не так, что-то пошло не так. Да, они используют передовые технологии. Вот, соответственно, должны быть внедрены определенные математические модели. Чтобы эти математические модели работали, надо кучу данных собрать, надо кучу данных проанализировать. И проанализировать быстро для того, чтобы максимально вот этот вот так называемый порожний пробег снизить, чтобы оптимальное состояние у нас получилось для бизнеса. Всем известно то, что издержки это всегда большая, достаточно затратная часть. Таким вот образом IT может повлиять и сделать из себя даже статью, приносящую какой-то бизнес дополнительно. Еще хороший пример, например, вот тоже о том, почему технологии надо внедрять и почему они хорошо влияют, это, например, сейчас мы видим с вами электронное правительство, когда сократилось, очень сократилось количество людей, которые нужны для того, чтобы там принимать какие-то документы, записывать их куда-то и так далее. Сейчас мы любую с вами практически операцию можем сделать через сайт, через интернет, путем внедрения вот тоже современных технологий. Один вот из банков, достаточно известный, да, тоже он пошел по какому пути, они не стали открывать розничное отделение, а все делают там через интернет путем... Знакомые, да. Да, есть такое, да. Вот. Опять же это сокращение издержек, которые помогают все это внедрить. И заказчики, которые видят это, они все время кидаются на новые технологии, поэтому по ряду продуктов мы видим то, что... Ну, мы же смотрим аналитику по всей Европе, в том числе и по нашей компании, мы видим то, что Россия внедряет их первыми, вот, за счет вот этих вот наших вдумчивых, умных и разумных заказчиков. Здорово. То есть можно сделать вывод такой, да, что Россия, ну, как минимум здесь, все-таки впереди планеты всей, потому что, да, вот этот наш потенциал, человеческий фактор здесь оказывает решающее влияние. Ну, знаете как, все равно немножко инертный такой наш рынок, связанный это скорее с тем, что все-таки экономика у нас сейчас там, ну, не такая, как в Германии. Не блещет, не блещет. Скажем, не такая, как в Германии там или в каких-то других странах, все равно немножко инертная. Но, тем не менее, есть игроки, есть сильные игроки, которые понимают, для чего нужны вот эти решения и внедряют их быстрее, чем все остальные. Поэтому рынок развивается, рынок развивается у нас достаточно, как бы, размеренными темпами определенными. И все те тенденции, которые заметны на Западе, заметны и у нас тоже. Кстати, вот, я так понимаю, что для того, чтобы принять решение, что, да, нужно идти в сторону высоких технологий, одного понимания, что ли, да, в действительности недостаточно. Все-таки нужны еще и ресурсы некие. Это не дешевое удовольствие-то? Конечно, ресурсы, конечно, определенные нужны. Ресурсы нужны как денежные, так и человеческие. Потому что IT как раз такая отрасль, где все-таки, чтобы стать профессионалом в IT, ну, не медицину, конечно, в медицине еще больше времени надо. Не надо, чтобы профессионалом стать. Но чтобы стать профессионалом в IT, тоже, конечно, очень много надо времени потратить. И специалистов высокого уровня, ну, надо поискать, скажем так, надо всегда поискать. А, кстати, для, извините, для специалиста IT еще помимо теории все-таки практика важна, я так понимаю. Конечно, практика тоже важна, потому что не все описано в теории. Какая бы это ни была точная наука, все равно какие-то бывают и допущения, бывает и все не работает, как и описано, бывает и доля везения. Практика, конечно, тоже определенно нужна. Например, вот все консультанты, которые у меня работают, не менее 10 лет опыта работают. Только после этого они как бы могут уже консультировать других. Причем 10 лет они занимаются одним и тем же, да? Ну, по большому счету одним и тем же, да, одним и тем же они знакомятся с оборудованием, внедряют его это оборудование, потом уже со временем на каких-то сложных сервисных случаях работают, со временем занимаются очень сложными внедрениями. Например, ну, есть такие, есть варианты, когда у предприятий несколько центров обработки. Ира, я вас прерву, мы сейчас послушаем рубрику, потом продолжим. Хорошо. Итак, друзья, мы продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФФ. Еще раз напомню, мы сегодня обсуждаем тему сохранности информации и говорим о том, насколько важно, да, насколько важна эта история, связанная с сохранностью информации для любого успешного бизнеса. Мои сегодняшние гости уже неоднократно это подчеркнули, сейчас мы поговорим об этом вновь. Представлю я ее еще раз в студии «Бизнес-класса», простите. Ирина Яхина, руководитель отдела технологических решений компании Hitachi Data Systems в России и странах СНГ. Телефон в студии 6510-996, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Ну что ж, из вашего рассказа, Ира, мне как минимум стало понятно, что, конечно же, вложение в высокие технологии, инвестиции в высокие технологии, это даже не столько расход, ну или в какой-то степени не расходная часть, а статья доходов, да, в дальнейшем может превратиться в статью доходов. Если говорить о вот об этом замочке, да, как мы вначале с вами это обозвали, о сейфе, о сохранности информации, а точнее вдруг кто-то подумал, что это не так важно хранить информацию, вот что в результате может получиться у такого нерадивого бизнесмена, да, риски утраты информации, к чему могут привести? Ну, кроме классических, скажем так, рисков, которые даже вот немножечко очевидны, что просто могут там какую-то производственную тайну украсть, там, или просто информацию, не знаю, базового... Недобросовестная конкуренция. Недобросовестная конкуренция, да, это такая наиболее очевидная часть, что просто кто-то там взломал какую-то свою сеть там и все украл, это важная часть, но она очевидная, наиболее очевидная. Есть не такие очевидные вещи, но тоже важные, например, в телекоме мы посмотрим, если там, например, информация будет утрачена, информация прежде всего о звонках, о продолжительности звонков, о том, куда они были сделаны, когда они были сделаны, этой информации в телеком-компаниях ее очень много, она должна где-то храниться и быстро обрабатываться, и должны происходить процессы биллинга, да, то есть для того, чтобы мы с вами получили счет, за наши телефонные разговоры, оператор связи, он должен эту всю информацию получить и обработать. Представим себе, что произойдет, если, соответственно, взял оператор и за день потерял вот эту вот информацию. Я знаю, что произойдет, ко мне не придет счет, я не буду его оплачивать. Ну, нам, конечно, будет всем очень хорошо, да, но в то же время оператору связи это будет очень нехорошо, потому что весь этот день он проработает в убыток себе, весь этот день он не получит никаких денег. А, кстати, можно представить себе, что вот в такой неприятной ситуации оказался какой-то оператор связи и подумал так, что, ну, не хочу я это списывать себе в расходы, давай я какой-нибудь средний счет такой вот придумаю и отправлю моим абонентам любимым. Все равно же они не будут проверять, скорее всего, они оплатят, и нормально. Ну, по нашему опыту, по нашему опыту операторы связи ответственно подходят к вопросу, да, хранения данных. По-честному они, по-честному. Да, по-честному они подходят ответственно, они используют все необходимые механизмы для обеспечения сохранности данных, это в том числе и аппаратное резервирование, и построение отказоустойчивых центров обработки данных на базе двух площадок или даже трех площадок. Это значит, что если одна площадка подвергается каким-то неприятностям, то остается вторая и, на всякий случай, и третья. Да, иногда даже третья, причем в наших российских условиях, ну, опять же, по нашему опыту мы видим то, что, как правило, неприятности могут быть связаны там с протечкой батареи или, ну, вот какие-то... Забавно, я подумал о том, что мы говорим о космических вещах каких-то, о высоких технологиях, да, но все раз и все накрылось. Почему? А потому что батарея потекла. Ну, иногда, конечно, такое бывает, потому что... Или свет выключили, да, неожиданно свет выключили. Ну, это тоже в зависимости, так сказать, от ответственности оператора связи. Операторы связи у нас очень ответственные, они ставят дополнительные дизельные установки рядом со своим центром обработки данных и строят его все-таки так, чтобы батареи на них не протекали. Вот, но, тем не менее, у нас есть заказчики не в телеком-секторе, а в других секторах, которые просто свои серверные комнаты располагают внутри офиса. А внутри офиса есть и второй этаж, и третий этаж, а что на нем случится, там, никогда неизвестно. Вот. Таким образом, сохранность информации, вот, в частности, для телекомов, это очень важно, критически важно для бизнеса. Для банков. Представим себе... Да, давайте, страшную историю. Представим себе страшную историю, да, что я увижу зарплату, зарплату нашего финансового директора, да. Вот. Или зарплату... А, кстати, а что произойдет, мне очень интересно, вы увидели зарплату, да, величину зарплату вашего финансового директора. Что происходит? Ну, в барокупаду, наверное, не знаю. Да, да, меня хватил кондратья, или я там пришел, я больше не буду у вас работать, я потому что видел платежную ведомость. Да, платежную ведомость. Это тоже известное, понятное дело, да, то, что платежные ведомости, ну, нехорошо, не принято в организациях видеть. Более того, не принято и не нужно видеть банковские счета. Да, как вот шутят у меня ребята, которые работают, то что не хочу, чтобы жена у меня доступ имела к банковским счетам, да, хочу иметь доступ только сам. Соответственно, для банков вот очень важно тоже обеспечение надежного, во-первых, хранения надежного, чтобы эта информация не пропадала никуда. Да, потому что если зайдешь в свой интернет-банк и увидишь, что у тебя на счетах ноль, то, опять же, с тем же кондратьем будут проблемы. Ну, при одном условии, да, если действительно у тебя на счетах, и до этого не было ноля. Да, с другой стороны, кондратья может хватить и в другом случае, когда пришла тебе информация о том, что у тебя на счету там 99 миллионов. Да, да, да. Вот, и тоже может быть очень страшно, и такие случаи тоже бывают. Совсем недавно писали, по-моему, где-то в Европе был случай, да, что ошибочная какая-то транзакция, и пришло, но там какая-то космическая цифра, ее даже и поверить-то было нельзя, что там триллион какой-то ему пришел. Бывает, но это все в очередной раз говорит о том, что информация важна, она должна быть актуальной, она должна быть не старой никакой, и поэтому организация, крупная организация вкладывает много ресурсов и человеческих, и денежных в то, чтобы построить и отказоустойчивые решения, и решение, которое будет архивировать свои данные, и решение, которое будет именить резервную копию данных. Все эти процессы должны быть налажены в любой организации, которая ответственно подходит к хранению своих данных. Смотрите, в основном, я так понимаю, идет речь, поскольку вы работаете в основном с крупняком, что называется, с большими компаниями, которые, ну, по определению, у них огромное количество информации. А если мы говорим о неком малом или среднем бизнесе, то информация у него все гораздо скромнее, может ли он, ну, видимо, из соображения экономики, по старинке пользоваться какими-то вот карточками, да, или, ну, как мы говорили сегодня, по старинке запирать информацию в сейф, или все-таки ему нужно посматривать в сторону высоких технологий? Ну, мы вот сейчас как раз на российском рынке видим, что все больше и больше компаний так называемых среднего сегмента, да, и вот малого бизнеса. Ну, малый бизнес, конечно, в меньшей степени, потому что им хватает обычных средств, ну, привычных, там, для всех это и карточки обычные, компьютера. Общая тетрадка. Да, ну, да, общая тетрадка, но средний бизнес все больше и больше задумывается об этом. Почему? Потому что современные технологии, они не просто вот позволяют вопрос сохранности, например, данных решать, они позволяют решать вопросы эффективного использования вот этих ресурсов, то есть уже… Ну, кстати, это автоматически, да, вот такой комплекс вырисовывается. Я, допустим, заморочился, мне нужно сохранить информацию. Ну, помимо того, что я эту программу решил, еще появляется у меня, да, и возможность более эффективного управления, потому что я в некой программе, да, уже нахожусь. Конечно, это все взаимосвязано, и вот сейчас мы, например, видим, что такие технологии, как виртуализация, да, или вот очень много говорят информейшн из-за сервиса, или там стороч из-за сервиса, это все больше и больше внедряется. И теперь для среднего бизнеса, для них просто выгоднее даже уже использовать систему корпоративного уровня, нежели чем много систем там каких-то маленьких. Он и данные свои сохранит, и более эффективно будет использовать имеющиеся ресурсы, вот, путем там многоуровневого хранения, путем виртуализации. Виртуализация – это то, что называется облаком, насколько я понимаю. Облако, да, движение в облаках, безусловно, тренд сейчас везде, причем под облаком каждый, наверное, производитель подразумевает там что-то свое, да, у каждого что-то свое, и посмотришь, у любого производителя какое-то облако есть. У нас тоже облака есть, у всех облака есть. Вот, но тем не менее, облако, да, как вот, как сущность, это значит то, что ресурсы более эффективно используются, доступ к этим ресурсам организованно, централизованно, управление централизованно. И что тоже важно, ну, уже не должен быть персонал обучен настолько, насколько он должен был быть обучен раньше, для того, чтобы вот иметь возможность с этими устройствами, со всеми работать. Вот, и сразу вспоминается ваша же фраза, да, что мы профессионалов, наверное, с 10-летним опытом работаем. Да. Здесь тоже, ну, бог с ним, не с 10-летним, но здесь должны быть тоже опытные, да, сотрудники, а их, я так понимаю, все-таки по пальцам... Ну, опытные сотрудники, они скорее вот, это связано с системами самого старшего уровня, да, вот самого большого, а вот когда мы говорим о среднем бизнесе, там как раз важнее, как раз от того, чтобы по пальцам пересчитать вот этих вот сотрудников с очень большим опытом, для среднего бизнеса важна простота использования, важно централизованное управление, вот все, например, у нас сейчас все оборудование может из единого интерфейса управления управляться, что очень важно, человек заходит, даже он, если как-то не имел до этого дела с подобными системами, он может там достаточно быстро этому обучиться. Для среднего бизнеса это критически важно, потому что понятно то, что больших компаний там может быть как-то, ну, пересчитать все-таки можно, средних компаний, малых компаний не пересчитаешь, а люди должны работать везде и везде заодно. То есть это вот вопрос актуальный, да, что мы говорим все-таки о вещах специфических, но они по большому счету должны быть понятны или доступны и человеку не совсем профессионалу в этой области все же, да? Ну, если о среднем бизнесе, конечно, да, а для малого бизнеса мы сейчас, например, вообще наблюдаем то, что все больше и больше становится, ну, компаний, которые берут решение уровня интерпрайз, там, у какого-то большого производителя уже предлагают небольшим малому бизнесу, это вот как обычно как раз решение, то есть человеку, который там частный предприниматель, и, ну, условно говоря, торгует ручками, да, ему уже не надо задумываться о том, как безопасно хранить свою эксельскую табличку с отгрузками, он ее хранит в облаке, в этом же облаке он делает себе интернет-сайт и никаких дополнительных навыков не надо. То есть это тоже такая важная веха в развитии, то, что решения корпоративного уровня, большие решения покупаются провайдерами услуг и, соответственно, предоставляются малыми бизнесами. Таким образом, там, допустим, наши решения могут и в малом бизнесе применяться. Мы вот сейчас, например, все больше и больше тоже видим коммерческие центры обработки данных. И, простите, я вас прерву, у нас есть звонок. Давайте пообщаемся со слушателем, послушаем. Сергей, день добрый. Здравствуйте. Говорите. Ну, прежде всего, хочу заметить, что виртуализация и облачный сервис – это, ну, просто принципиально разные вещи. Так. То есть давайте не будем путать. Виртуализация – это возможность на одном и том же техническом, скажем так, исполнении запускать несколько разных копий программного обеспечения. А облако – это именно как раз предоставление части инфраструктуры. Вот, но с облаками все не так однозначно и радужно. Вот для мелких компаний облако действительно хорошо, потому что не нужно покупать там сервер, не нужно покупать какую-то инфраструктуру, проще оплатить. Для среднего бизнеса как раз облако – это вообще очень интересная вещь. С одной стороны, средний бизнес, особенно вот после, скажем так, кризисных явлений, очень любит ни за что не платить. И облаками очень часто завлекают. То есть облако, зачем что-то покупать, плати там тысячу рублей в месяц, и мы тебе все дадим. Но потом на поверку оказывается куча проблем. Потому что каналы связи, безопасность, массовость сервиса, потому что сервис массовый, значит, под какого-то конкретного клиента ничего не затачивается. Я могу вам даже сказать больше. Я нередко занимаюсь тем, что перевожу с облаков на нормальные решения. Потому что люди немножко наедаются, и получается так, что где-то облако действительно хорошо, а где-то, в общем-то, и не очень. Но это какие-то специфические моменты, да? Нет. В этом случае нужно облако, а в этом не нужно облако. Ну, дело в том, что, понимаете как, вот если взять год-полтора-два назад, шла просто истерия на тему того, что облако, без облака никак. Ну, это нормально, потому что это только входит в нашу жизнь, да? Сереж, я прошу прощения, Сергей, смотрите. Если у вас есть возможность, останьтесь, пожалуйста, на связи, на линии, да, побудьте. У нас сейчас новости на Финам.ФМ. Мы должны прерваться. И новости мы послушаем, а потом продолжим наше с вами общение. Хорошо? Итак, новости на Финам.ФМ. Итак, друзья, мы продолжаем. На линии у нас Сергей. Вы с нами, Сергей? Алло. Алло, слышите нас? Да. Продолжаем, продолжаем. Собственно, мы тут за эфиром с Ирой перемолвились, парой фраз. Ну, никакого, что называется, конфликта-то нет, да? Ира, примерно, то же самое говорила. Нету. Ну, в принципе, нету. Но все вот эти вопросы, да, они остаются актуальны. Хотя, если смотреть на глобальную перспективу, облако действительно вытеснит полностью. Потому что все идет к тому, что в итоге потребление IT-ресурсов будет именно идти столько, сколько вам нужно. Но это произойдет не раньше, чем решится проблема с каналами связи и гарантированным доступом. То есть, когда вам не просто дают подключение там на 10 мегабит, допустим, а гарантируют именно вот такую скорость. Тогда да, для участников IT-сектора это будет время больших потрясений. Оно придет. Именно потрясений? Именно потрясений. Потому что произойдет очень сильная унификация. Она уже видна. Унификация, упразднение многих вещей, перевод именно на массовость. И, скажем так, целые пласты войти будут просто не нужны. Сереж, спасибо огромное за ваш звонок, за ваше мнение. Ира, согласна с Сергеем? Ну, в целом, согласна, да. Но хотелось бы сказать, конечно, и тоже это продолжаем мысль Сергея, то, что сейчас, конечно, к облакам не готовы. Не готовы. Ну, скажем так, для малого бизнеса, да, вот то, о чем мы говорили, и Сергей тоже говорил. И Сергей тоже сказал, что средний бизнес он как раз там занимался, переводил с облаков обратно на обычную инфраструктуру. Это действительно так и есть. Я, например, себе пока не могу представить, как происходит биллинг в большом телекоммуникационном операторе на базе там облаков каких-то. То есть это пока технологии не настолько, не настолько отработаны. Да, это все будет, наверное, будет со временем. Посмотрим. Просто не сейчас, да? Не сейчас, да. Сейчас это для небольших, прежде всего, организаций. То есть оправдать это можно только тем, что облачные технологии относительно недавно в нашу жизнь вошли, и просто операторы сами не готовы, да? Ну, не только операторы, просто как бы тут немножечко важно делить рынок, да, на то, что называется крупное предприятие, где и IT само давно уже было, да, и IT развито очень сильно, да, и это транспортное крупное предприятие, банки, например, где это неотъемлемая часть бизнеса. И важно отделить другую часть, это средний бизнес и малый бизнес. Малый бизнес, в нем начинается только информатизация. То есть, условно говоря, там тот же продавец ручек, он просто ввел тетрадочку раньше, но сейчас он на ксельскую табличку ведет. Вот, и сайтик он сделал там где-то это самое в облаке, да? А, допустим, для банка это неприемлемо сейчас может быть, потому что если он сделал сайтик в облаке, и сайтик упал, и клиент видит то, что он не имеет доступ к сайту, это репутационные риски для банков просто огромные, просто огромные. Где-то облако еще, да? Вопрос-то открытый остается. Где-то облако, да. Где-то облако. Это тоже, конечно, важный вопрос, потому что сейчас все производители об облаках говорят, и некоторые даже предлагают услуги свои уже облачные, сами производители. Но опять, где оно стоит, это облако, там неизвестно, непонятно. Согласен. Еще один звонок послушаем. Илья, день добрый, вы в эфире говорите. Добрый день. Вы знаете, я как бы обычный юзер, да, то есть как раз недавно был переведен, как-то наша система была переведена на облако. Конечно, плюсы огромные тем, что, возможно, удаленный доступ, то есть, привязываются в течение офиса и так далее. Это, конечно, огромный плюс. Но насчет будущего за этой системы я бы немножко как тюдер, обычный тюдер, поспорил, потому что, конечно, правильно сказал знаменитый, как бы чутный профессионал, что вся проблема с каналами связи. Потому что, безусловно, если раньше я мог спокойно абсолютно залезать в сферу и работать в технические документации, то есть, то мне нужно вкачать локально на компьютер и поработать, потом не забыть и удалить, для того, чтобы хоть как-то, ну, вот, все-таки параметры безопасности соблюсти. Поэтому, конечно же, вот, с точки зрения среднего бизнеса, с которым я, как бы, работаю, это неудобно. Пока, пока. Что будет дальше? Ну, посмотрим, у нас, как бы, технологии развиваются быстро. Может быть, там, через несколько лет я с удовольствием возьму свое мнение обратно и буду с удовольствием работать в области. Ясно. Спасибо. Спасибо, Илья, за ваше мнение. Ну, вот, хочу от себя добавить, да, и это мнение Элита, оно тоже продолжает все предыдущие сказанные, так сказать, и мнение. Вот, хочу добавить, что сейчас, вот, в частности, над задачей Ильи у нас появилось недавно абсолютное решение, которое такие задачи решают. То есть, если нужен доступ к документации, документация центрально расположена, можно сделать так, что установлено программно-аппаратно-комплексное предприятие, позволяет иметь доступ там с планшетов, с телефонов, с компьютеров, какой-то определенной документации. Вот, допустим, как тоже Илья говорил, ему нужна актуальная техническая документация, которая, может, меняется часто, может, она раз в день меняется. И вот он зашел при помощи телефона и увидел актуальную. То есть, такие решения есть. Вот у нас, в частности, недавно такое появилось. Это все маленькие шажки, которыми вот текущий рынок там движется в эту сторону. Ну, а говоря все-таки о перспективах, о будущем, за облаком будущее, как вы думаете, да? Сложно пока говорить, да, потому что мы видим, что IT-рынок, он развивается по разным направлениям, по разным, да. И тут надо говорить, что аспекты, они бывают как и, скажем так, организационные или там идеологические, можно так сказать, например, облака, да. А второй аспект, который есть, это технологический аспект, да. То есть, мы все замечательно, но мы иной раз забываем то, что это должно работать на каком-то аппаратном обеспечении, должны какие-то технологии туда подкладываться. Сергей и Илья упомянули о каналах доступа, о каналах связи. В чем, во-первых, проблема, почему сейчас, ну, эта проблема появляется с каналами связи? Ну, с каналами связи, скажем так, это немножко не та отрасль, да, которой мы занимаемся, но, тем не менее, мы сейчас видим то, что очень много появилось пользователей. Например, у нас был даже такой в офисе пример, то, что очень много зарегистрировано устройств было на сетевом устройстве, да. То есть, каждый приходит, у каждого телефон, у каждого еще и iPad, да, а то и два. Вот, каждый регистрируется и у каждого телефона начинает качать почту, и эту же почту качает, соответственно, и ноутбук, и каналы связи просто забиваются. Вот это вот дополнительно новая информация, которая поступает отовсюду. То же самое можно увидеть сейчас и у мобильных операторов, потому что количество пользователей, потребляющих данных, очень сильно растет, и количество передаваемых данных очень сильно растет, постоянно растет, и просто должна инфраструктура связи успевать следовать. И, соответственно, при переходе в облако, это когда сотрудник становится совсем мобильным, совсем он уходит, условно говоря, из офиса, но при этом он должен себя чувствовать так же, как и в офисе. И появляются вот эти облочные пользователи, которым данные надо качать. То есть просто инфраструктура должна как-то успевать, вот, успевать, должна об этом думать наши. Ну а что, каналы связи в данном случае, они что, расширяются, да, соответствующими игроками рынка? Ну да, соответствующие игроки рынка, они там работают над тем, чтобы расширять каналы связи и опорные сети свои, соответственно, и то, что называется и последнюю милю, да, то, что уже непосредственно доступ от самого устройства, от устройства потребителя до сетевого устройства. Это все должно расширяться, когда, ну, знаете как, оно же не может все вот так идти сразу стабильно и вот одинаково, да, то есть одна технология развилась, и она за собой другую подтягивает. Даже есть такое понятие тик-так, да, то, что одна вырвалась вперед технологии, она подтянула вторую, потом какой-то прорыв в другой технологии был. Таким образом, оно развитие всегда и происходит, в том числе и на IT-рынке. Это нормально, это нормально. Это нормально, это эволюция, она такой и должна быть. Ну и продолжая разговор об эволюции, немножко у нас осталось времени до окончания эфира. Ира, вопрос о тенденциях, давайте поговорим о тенденциях именно, ну, может быть, сделаем акцент непосредственно на рынке российском, если он специфичен в каких-то моментах, на ваш взгляд. А если нет, то, может быть, какие-то глобальные тенденции и нас будут вперед за собой манить, как это часто бывает. Как вы видите развитие ближайший, там, год, два, пять, десять этого сегмента? Ну, тенденция, какие мы сейчас наблюдаем, прежде всего, это вот все те же большие данные, да, которые везде-везде появляются. И очень важно теперь их не только сохранить, да, и накопить, но и проанализировать. Проанализировать, причем сделать это быстро. Вот, поэтому сейчас все-таки идет движение такое в сторону комплексных платформ, которые позволяют делать в том числе и быстрый анализ данных. То есть раньше мы все время говорили о накоплении, о накоплении, прежде всего, данных сейчас, это все-таки и анализ, должен быть быстрый анализ. И это вот, помните, тот пример, когда я говорил о ритейле, да, то, что… Пример с молоком. Да, информация о свежем молоке, она должна быть не через сутки, там, после того, как она была актуальна, а когда-то в другое время. Вторую тенденцию, вот, которую тоже мы очень явно замечаем, то, что вот этот вот, опять же, быстрый рост количества данных, он уже не подходит для классической инфраструктуры. Определенный, и вот тоже хороший пример с каналами связи, да, определенно вот наступает такое узкое бутылочное горлышко, там, где-то в классической инфраструктуре. Поэтому сейчас важно, чтобы решения наращивались кубиками, да, то есть такая классическая инфраструктура не подходит, надо же, чтобы вот у тебя один кубик, ты к нему приставил другой кубик, у тебя все в два раза возросло, а потом третий, и так до бесконечности. Вот это вот тоже, мне кажется, то, что двигаться в будущем будет в сторону унификации. Ну, то есть такие технологии уже существуют, да, просто мы видим их постепенное… Постепенное внедрение, да, такие технологии существуют, и, например, вот у нас сейчас целая большая линейка Unified Compute Platform для разных приложений. То есть если там еще буквально года два мы говорили только, вот у нас система хранения данных, вот у нас сервера, сейчас у нас уже платформы, которые масштабируются. Вот, и еще, конечно, тенденция важна, это переход в сторону флеш-технологии, вот, и именно наша компания тоже много делает… А флеш-технологии, если два слова, это что такое? Ну, флеш-технологии, это то, что мы с вами везде сейчас видим и в повседневном использовании, то есть раньше была технология жесткие диски, так называемые, да, а теперь флеш, флеш. И все больше и больше делается в том, чтобы там больше данных хранить. То есть, да, стандартная флешка, она с годами будет больше, больше количества информации. Да, и не только флешка, которая в фотоаппарат вставляется, но и которая, так сказать, используется в больших системах. Я понял. Ира, спасибо огромное, в общем, очень много полезного мы сегодня от вас услышали. Я напомню, сегодня в гостях в бизнес-классе была Ирина Яхина, руководитель отдела технологических решений компании Hitachi Data Systems в России и странах СНГ. Спасибо вам, Ира, уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание, всего хорошего, успехов в бизнесе, до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.